Минувшие выходные завершилась первая в нашем городе школьная баскетбольная лига. Участники соревнований за три тура успели показать зрелищную игру и искреннюю любовь к баскетболу. О решающих спортивных баталиях расскажем в рубрике новости спорта. Финал Белореченской баскетбольной школьной лиги обещал стать по-настоящему жарким. Ведь борьба шла за уникальное право стать первыми победителями в истории этого соревнования. Начался заключительный тур с противоборства команд гимназии и восьмой школы, которым предстояло решить, кто из них станет обладателем бронзового кубка. В первой четверти игры гимназисты уверенно доминировали на площадке спортивного зала четвертой школы. Игроки гимназии буквально без остановки забрасывали мячи в корзину противника и завершили первую четверть со счетом 19-4. Однако во второй четверти восьмая школа собралась силами и перешла в контрнаступление, набрав 13 очков. Но этого оказалось недостаточно и половина игры завершилась однозначным лидерством гимназии. 23 очка против 17. Такое положение дел добавило спортивной злости команде восьмой школы и с самого начала третья четверть проходила под кольцом команды гимназии. Игроки в синем явно не собирались проигрывать и борьба обострилась в завершающей части игры, в которой ребята вырвались вперед в набранных очках и набрали 18 против 15. Правда такая активность не спасла ситуацию в целом и гимназия одержала победу со счетом 64-44. Первая игра тура, которая прошла настолько ярко, создала серьезную интригу. Как же будет проходить борьба за золото? По словам главного судьи и идейного вдохновителя соревнований Владимира Бердника, участники с большим энтузиазмом боролись за лидерство еще с самого начала соревнований. Задача это развитие баскетбола в Белореченском районе, в городе Белореченске, также отбор баскетболистов в сборную команды Белореченского района, в сборную команды города. Мы давно думали об этих и планировали эти соревнования. Наконец-таки мы их провели, я думаю провели удачно. Ребята участвовали с удовольствием. С каждую субботу, разговаривая с ребятами, они практически ждут этих соревнований, борются за забитые очки в рейтинге, кто больше забьет. И естественно наши финальные игры за места очень-очень серьезно, они подошли, каждая команда, и поэтому показали хорошую игру. В следующем году, я думаю, что соревнования будут иметь больше статус и команд будет больше заявлено. Одной из основных задач, стоящих перед организаторами, является поиск подходящей для лиги площадки. Существует, конечно, в Белоречке очень большая проблема в том, что не хватает спортивных площадок именно тех размеров, которые хотелось бы иметь. Если бы были эти возможности, я думаю, что Белореченск очень-очень здорово бы выступал и на краевых соревнованиях, а может быть некоторые попадали и дальше. Первая четверть финальной игры команд 68-й и 5-й школ началась динамично. Мяч постоянно перемещался от одного кольца к другому, и команды закончили игровой период практически наравне, со счетом 12-11 в пользу 5-й школы. После этого счет начал круто меняться с каждой четвертью в пользу 68-й школы. Ее игроки набрали сначала 14 очков против 8, затем 20 против 11 и в финальной четверти 18 против 17, завершив тем самым игру со счетом 63-48 в пользу 68-й школы. Вручили кубки и медали победителям организаторы Белореченской баскетбольной школьной лиги, исполняющие обязанности директора детско-юношеской спортивной школы номер один Николай Комаров и ведущий специалист управления образованием Зарина Панеж. По итогам лиги лучшим бомбардиром стал Давид Манучарян, лучшим защитником Тимофей Матвеев, а титул самого полезного игрока получил Николай Степанов. Илья Никитенко, Новости спорта.